Елена Метелицына в энциклопедии Русской Америки Елена, расскажите о себе Место рождения, год рождения, этапы вашей жизни Ну и, конечно, очень интересно, чем вы занимаетесь здесь, уже в Соединенных Штатах, то есть в эмиграции Но я бы не назвала свою жизнь эмиграцией, потому что я совсем здесь недавно И, как я говорю, моя жизнь немножко странная Я же делю ее между тремя, не просто домами, а тремя странами Это Москва, Россия, город Равинь, Хорватия и вот здесь, ну можно сказать, Нью-Йорк, Америка И вот, наверное, как раз мое рождение, оно предупределило эту судьбу Потому что я из семьи военных, папа у меня был военный И я фактически родилась в Тамбове, пробыв там две недели Через две недели меня отвезли в Геленджик И вот, как я начала свою жизнь, так я и продолжаю Поэтому училась я везде Во многих школах я даже не буду просто занимать время и рассказывать Родители меня забрали в десятом классе, чтобы я нормально закончила школу Потому что, естественно, в основном я училась там где-то в Геленджике Мы плавали, танцевали и так далее В общем, жизнь была веселая Потом я закончила в Москве Московский институт электронной техники У меня все очень красиво звучит Это факультет микроприборов и технической кибернетики Я в этом разбираюсь Но проработав, наверное, где-то год или два И в то время, наверное, как раз, когда я закончила институт Когда я закончила институт, все как раз очень стремительно стало развиваться Все поменялось Компьютеры там 286-е были, персональные 386-е Это, пожалуй, была единственная профессия, где надо было каждый год повышать квалификацию А у меня это совпало Через пару лет я родила сына Ему сейчас 21 год, это 89-й год был И я фактически эту работу оставила Но опять совпадение, совпадение Я оказалась в Геленджике с трехлетним ребенком Ну, в смысле, просто приезжала И мой сосед, журналист Они впервые, вот появилась вот эта новая Россия, наверное, да? Назовем так В Геленджике сделали телевидение Свою студию, но это был филиал российского телевидения Им был нужен диктор А требования были российского телевидения Это должно быть высшее образование Никакого говорка нет и так далее И вот на весь Геленджик оказалась в то время я одна Я вообще не собиралась там жить Я просто отдыхала И он меня упросил Говорит, Лен, попробуй Я говорю, да ты что? Ну, я, у меня техническое образование Все так сложно, это невозможно Ну, сейчас мне это даже смешно Меня уговорили Я весь вечер волновалась Мне дали вот это все прочитать Я пыталась там что-то заучить Это даже смешно Я, который потом уже отработав Я не знаю, много лет в прямом эфире Я камеру не просто не боюсь Я ее люблю Тогда это была просто страшная вещь Но, тем не менее Я какое-то время поработала в Геленджике диктором И когда муж у меня москвич был И я уехала, естественно, в Москву И меня просто предложил Он говорит, слушай, говорит Ну, давай, есть институт повышения квалификации работников Телевидения и радиовещания Давай мы тебе дадим направление Учись там И я пошла туда Я закончила И по окончании я работала на центральном телевидении Была программа «Деловая Россия» То есть я работала на многих И Тартас еще до первого канала Еще до смерти листьев, так скажем В Итартас я читала новости Как-то так Новости культуры Так сложилось, что постоянно я была связана с культурной какой-то жизнью Потом сделали программу «Деловая Россия» И я тоже там читала новости культуры И вот все время это было связано Потом еще ТВ-6 до закрытия Была программа «Свой среди чужих» Ну, вернее, мы для канала «Культура» это снимали Я приехала Это был 1998-1999 год В частности, с Америкой Это было связано Я снимала Юрия Купера, художника неизвестного Аксенова В Калифорнии это был Лидов и Нахапетов Много кого Журбин еще здесь жил И я как-то вот узнала эту культурную жизнь Из Москвы Никогда не думала, что я вообще когда-то здесь буду жить Но все Телевидение у меня закончилось с рождением дочки Могу сразу сказать Потому что Хоть эта программа уже была при ее рождении Но я поняла, что, наверное, мне это тяжело совместить Я все-таки выбрала семейную жизнь Двое детей Сын пошел в первый класс Она родилась И, в общем-то, я Ну, на какое-то время, достаточно короткая, стала домохозяйкой Потом у меня в жизни случился развод И... Ну, вот сейчас я Елена Метелицына Мы познакомились с Игорем Это была очень долгая история И я тот человек, который никогда в жизни Я вообще никогда не хотела работать в галерее Мне это неинтересно Пока я не пообщалась с Игорем И я вдруг поняла, что Это не то, как я считаю... Как я вижу галерею Вот ту философию, которую я придумала Мне очень близка Я технарь все равно по образованию И у него какая-то структура была этой работы Мне стало это интересно И я к нему пришла работать Сначала... Ну, это долгая история Сначала он просто попросил помочь ему Я там какие-то вещи ему сделала Именно по пиару Поскольку я жила в Москве Связи на телевидении Ну, не тебе рассказывать, что такое Там какие-то телевизионные компании Приглашать на выставки и все И так потихонечку я во все это вошла Неожиданно для себя Мне это понравилось Но я, наверное, все-таки человек Если уж я начинаю делать То я это все серьезно Все это делаю И мы сделали много каталогов Вот сейчас уже я, получается, работаю Девятый год у него С ним, вернее Сейчас я уже могу сказать смело с ним Наверное, это наша общая работа Общий бизнес 24 часа, которые мы проводим вместе Семейный бизнес, получается Семейный, наверное, да Бизнес, потому что Иногда даже я просто говорю Игорь, ну, давай мы о чем-то еще поговорим Кроме вот этого всего И он говорит, да, конечно И начинаю там о ком-то О чем-то разговаривать И все равно мы сходим Вот на все это художники Что там у нас на работе Как и что Я, наверное, веду больше такую техническую Я, наверное, хороший все-таки исполнитель Как мы всегда говорим Я очень хорошая номер два Я все абсолютно знаю Я знаю художников Я знаю весь наш бизнес Но вот этот генератор идей Вот это все Что это, конечно, Игорь А что такое техническая часть проекта? Техническая часть Это вот от создания сайта Да Вернее, от учетного списка Вот если мы, например, берем Менеджера-секретаря С ним работаю только я Потому что Ну, в смысле, я рассказываю Вот учет всех картин Работа Ну, то есть, понимаешь Вот ведение галереи Наверное Но не просто, знаешь Пересчитать там все Написать какой-то там номер Или что-то Но Он действительно Он Нет Я и с клиентами разговариваю И, в общем-то, делаю сайт И все Но все равно вот он голова Ну, знаешь, вот как мы везде Это хит-проект Любых книг Он стратег Вот вы тактик Наверное, да Наверное, так Да Ну Тактик-то он тоже Я бы не стала так на себя все это брать Знаешь, вот И все Когда это мы все У нас Мы перебрались сюда Три года назад Все равно наш бизнес остался, конечно, в Москве Безусловно Игорь очень много каких-то Он встретился здесь И узнал И открыл, наверное, для России Таких художников, как Дюльфана Межберга То есть Он действительно здесь какие-то вещи делает Но работа основная И вообще Все, что он делает Это Москва Поэтому Я не могу сказать, что у меня здесь эмиграция Мы сюда приезжаем Дальше Вот я знаю, что через три недели Опять уеду в Москву И там у нас работа Живем мы вообще, получается, между тремя странами Я не знаю, Игорь сказал или нет Что лето мы проводим в Хорватии Где тоже я занимаюсь То есть, понимаешь, интернет, естественно, на мне висит То есть, организация всего этого Когда вы пробуете время в Хорватии Вы тоже занимаетесь делами? Делами как? Вот, например, сейчас у Игоря задумка Сделать фильм о художнике Дмитрие Плавенскому Они к нам приезжали на две недели, да? И мы Они, это он с женой Плавенской? Он с женой, с Машей, да Вот И мы снимали что-то То есть Ну, просто я на свою камеру, да Там Встроенный микрофон И все Я понимаю, что, наверное, это не будет то качество Но когда надо какой-то воздух добавить в фильм То есть, основное интервью, конечно, мы снимали в Москве Это понятно Вот Вот здесь мы снимали Разговаривали там с ними То есть, вот с точки зрения Наверное, больше это отдых все-таки Хотя Мы работаем с хорватскими художниками В частности, там, Мерсет Бербер Дмитрий Попович Но все это Нет, это не работает Это, скорее всего, для души Ощущения от художников Тяжелые люди? Ужасные Ужасные Я Причем при этом Я многих их люблю Но для меня это вот Диагноз Порода людей Диагноз Художник Они все Но иначе бы они не были художниками Понимаешь? Они действительно, наверное, что-то видят не как мы То есть, это С ними очень тяжело Но с ними очень интересно Но Наверное Тяжелые ощущения Тяжелые ощущения А с человеком, который художников ведет по жизни С арт-дилером легко? Мне легко Сейчас легко, да Но Он тоже человек творческий И как он говорит А кто тебе обещал легкой жизни? Вы счастливы? Абсолютно Абсолютно У меня Очень сумасшедшая немножко Но Очень интересная жизнь И вот ни за что бы Ни на что Променяла Как раз сегодня об этом ехала И думала Независимо Я даже не знала, что мы будем разговаривать Думала Какая счастливая все-таки Как все вообще выкрутилось Еще одна ремарка Сейчас я Смотрела фильм Про Юрия Купера Который Игорь снимал По-моему, в 2004 году И у него были съемки Марка Дедковского Он когда-то снимал Купера В Париже Лично съемки Игоря И он взял мои съемки 99-го года Когда я снимала Купера В его лофте Здесь, в Нью-Йорке И он там ставил кадры Какие-то мои И вот ты представляешь Есть кадр Где я иду мимо картины Огромной Купера Щетка И эта картина сейчас у нас в доме Мы совершенно случайно В прошлом Либо за прошлом году Ездили в дом Купера И вот Игорю понравилась эта работа Купили Я даже не помнила это И в итоге Вот совпало Я в 99-м году Не знала про Игоря ничего Я не знала Что я буду жить здесь И вот я прошла Мимо этой картины Вот понимаешь Как все Я почему-то Картина как связующая звена Да Я вас поздравляю, Ирина Спасибо Игорь Негода